Добрый день, уважаемые президенты, уважаемые коллеги. Позвольте представить вашему вниманию презентацию на тему сравнительный анализ методов лучевой диагностики в оценке эффективности неодиантной системной терапии рака молочной железы. В Институте онкологии 2013 года проводилось исследование, в котором пациенту проходили три раунда обследования. В каждом раунде обследования включал в себя клинический осмотр, маммографию, УЗИ с сонной эластографией, МРТ молочных желез и оценка клеточной плотности как новый экспериментальный метод. Общая характеристика больных. Всего было 195 больных. Возраст больных в большей части составлял более 50 лет. Стадии были от 2 до 3. Метастатических пациентов не было включено в группу. Был произведен анализ чувствительности, специфичности, точности различных методов неодневантного лечения, используя РОК-анализ. Кроме того, использовался анализ клеточной плотности. В частности, для клинического метода точность составила 59%. Но при клиническом методе можно ориентироваться на изменение кожной симптоматики в процессе химиотерапии. Анализируя маммографию, точность метода была уже значительно выше, около 80%. Данные могут немножко различаться, потому что группа пациентов были разной с анатониной витровой. УЗИ молочных желез в мониторинге ответа опухоли на неодневантное лечение точно составила около 77%. Это только УЗИ, не используя сонную эластографию. Данный слайд демонстрирует изменение коэффициента жесткости, используя сонную эластографию, при положительном действии неодневантной химиотерапии. Таким образом, жесткость с 10 падает уже после 2-3 курсов неодневантного лечения. Здесь демонстрируется обратная сторона, когда неодневантная химиотерапия не была эффективной, и жесткость при первичном падении потом начинает возрастать. Данный пациент зарегистрировано прогрессирование процесса. Таким образом, точность УЗИ с сонной эластографией возрастает до 90%. Также не было отмечено влияние возраста на точность оценки. Диаграмма отражает взаимосвязь жесткости тканей и степени лечебного патоморфоза. Как видно на диаграмме, при успешном неодневантном лечении жесткость опухолевого узла может уменьшаться в несколько раз. При сравнении данных изменения размера опухолевого узла и изменения жесткости, как говорила Екатерина Ассанна, жесткость опухолевого узла реагирует гораздо ранее, чем изменение размера опухолевого узла. Возвращаясь к докладу Жанны Викторовны, мама лимфосцениграфия показала высокую точность уже после 2-3 курса проведения неодневантного лечения. На слайде представлен вариант полного клинического регресса. По данным МРТ мы видим на первом этапе исследования третий тип кинетической кривой и при третьем исследовании в третьем раунде переход к кинетической кривой уже к первому типу. И обратная сторона прогрессирования процесса, когда первоначально наблюдалось третий тип кинетической кривой и при прогрессировании наблюдается более выраженный пик накопления контраста. Таким образом, для оценки эффективности неодневантного лечения МРТ является высокоспецифичным, высокоточным методом и точно составляет 87%. Однако для оценки полного патоморфологического регресса, что является очень важным для клинициста, МРТ является предпочтительным методом. Коэффициент полного патоморфологического и полного клинического ответа у МРТ самый наивысший, он не анализировался для мамолимфосинтеграфии в этой группе пациентов, поэтому его здесь нет, и составляет 0,79%. Однако для промежуточной оценки химиотерапии наиболее показательным методом является УЗИ в комбинации с сонной эластографией и при наличии технической возможности добавления мамолимфосинтеграфии. Как экспериментальная часть работы оценивалась клеточная плотность опухолевого узла. Что необходимо для оценки клеточной плотности? Это гистологический срез, который подбирается под морфологом, под микроскопом, и сканер, который обеспечивает оцифровку изображения и необходимый набор программообеспечения, который в будущем поможет нам проанализировать клеточную плотность. Программа самостоятельно определяет ядра клеток и подсчитывает их на миллиметрах квадратной клеточной плотности. Подсчет клеточной плотности позволяет оценить изменения в ткани, характерные для патологического процесса. Для определения клеточной плотности в процессе работы было использовано всего 122 образца ткани рака молочной железы. С помощью программы просмотра изображений находили комплексы инвазивного рака, после чего высчитывалось среднее значение количества клеток. Ретроспективно было проанализировано группы пациентов, которые достигли 1, 2, 3, 4 или 5 степени лечебной патоморфозы, и было обнаружено, что при 1 степени лечебного патоморфоза клеточная плотность начинает возрастать, когда при 5 степени лечебного патоморфоза клеточная плотность падает, и это лишь фон около 500 клеток на миллиметрах квадратных, которые составляют нормальную ткань молочной железы, дольки протоки. На основании полученных данных был разработан алгоритм оценки неодевантного лечения. Таким образом, при первичной оценке до проведения неодевантного лечения целесообразно использовать все имеющиеся методы диагностики, это и физикальный метод, и маммографию, УЗИ с сонной эластографией, МРТ молочных желез, оценку клеточной плотности, при наличии технической возможности, разумеется, маммолимфосцентографию. УЗИ в комбинации с сонной эластографией необходимо использовать во всех раундах обследования, так как точность метода не зависит от возраста и состава жирового, железоистых компонентов молочной железы. При втором раунде обследования целесообразно использовать также маммолимфосцентографию, так как важна регистрация раннего ответа на лечение опухоли. МРТ, как говорилось ранее, можно использовать во всех раундах обследования, так как она обладает наиболее точной оценкой размера опухоли, её оценкой полного патоморфологического регресса. Но максимальная информативность МРТ зарегистрирована после третьего раунда обследования, поэтому нет крайней необходимости применять данный метод при втором раунде. Маммографию также можно применять в течение всего периода неодевантного лечения у пациентов с преобладанием жирового компонента. Все плюсы и минусы Антонина Викторовна уже говорила, поэтому каждому пациенту должен быть индивидуальный подход. Оценку клеточной плотности целесообразно выполнять до лечения и после завершения неодевантной химиотерапии. После завершения неодевантной химиотерапии методика позволяет объективизировать морфологическую оценку степени лечебного патоморфоза, выступая в качестве дополнительного маркера эффективности неодевантной химиотерапии. Физикальное обследование должно быть проведено во всех раундах оценки. Особое значение метод приобретает при наличии кожной симптоматики, отека, гиперемии, втяжении соска и во время оперативного вмешательства. Таким образом, качество и точность оценки эффективности неодевантного лечения на всем протяжении зависит от адекватного подбора методик, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента. В заключении хотел бы сказать, что включение магнитно-резонансной томографии и сонной эластографии в классические методы оценки неодевантной химиотерапии, которая включает пальпацию, маммографию и УЗИ без использования сонной эластографии, увеличивает точность определения размера остаточной опухоли после завершения неодевантной химиотерапии более чем на 10%. Наиболее объективным методом в регистрации полного паноморфологического регресса является МРТ. Коэффициент паноморфологического и полного клинического ответа составляет 0,79. Частичный и полный клинический ответ на неодевантную системную химиотерапию часто встречается при 3-жды негативных и HR2-позитивных подтипе рака молочной железы. Но, однако, значимых отличий, чувствительности и специфичности в зависимости от биологического подтипа нами обнаружены не было. Анализ клеточной плотности может применяться в качестве дополнительного маркера непосредственной эффективности неодевантного лечения. Исследование показало, что пропорциональное сокращение клеточной плотности после неодевантной химиотерапии по сравнению с исходной напрямую коррелируется с степенью лечебной паноморфозы у 84% пациентов. И основа алгоритма оценки неодевантной химиотерапии составляет комбинация УЗИ, МРТ, соноластографии и добавление мамолимфосцентографии. Спасибо большое за внимание. Также приглашаю вас на конференцию «Белые ночи», которая пройдет 22-24 июня. Спасибо большое. Действительно важная информация. Там будет очень много обсуждаться вопросов, в том числе и по лечению, и по диагностике рака молочной железы. Потом мы об этом подробнее остановимся. Петр Лавенщиков. Спасибо большое, Александр Владимирович, за шикарное сообщение. Очень хорошо, что... Вернее, большое вам спасибо за то, что вы отразили ту мысль, собственно, с которой мы сегодня начали, о том, что единственным методом, который на сегодняшний день говорит об эффективности проводимого лечения, остается все-таки патоморфологическое исследование. И именно совокупность методов исследования с использованием РТМ, маммографии, ультразвукового исследования, изотопных методов диагностики позволяет нам, клиницистам, наиболее точно приблизиться к предсказанию патоморфологического ответа. И на сегодняшний день, как вы абсолютно правильно отметили в своем докладе, именно сочетание методов инструментальной диагностики с использованием всего того арсенала, который есть у нас, наверное, действительно является стандартным, которым пренебрегать мы не имеем права. И, конечно же, помощь наших коллег, лучевых диагностов, она неоценима. Без нее проведение неодивантной терапии, наверное, становится совершенно невозможным. Спасибо большое. Маленькое замечание, как вы говорите, там клинические методы, методы получения изображения, значит, все методы получения изображения тоже клинические методы. Есть метод клинический, включающий туда всю диагностику. Вы имеете в виду, наверное, физикальный метод пальпации. Но вы знаете, что в последнее время широко обсуждается именно, вот скажем, магнитно-резонансная томография. Особенно широко она используется в Америке, в Канаде. И вот широкое внедрение этого метода привело к неоправданному расширению вмешательства от органно-сохраняющих операций к мастектомии. Это замечено уже во всех протоколах, исследованиях, что, к сожалению, магнитно-резонансная томография дает много ложноположительных результатов мультицентричности. Проверка препаратов не показывает наличие мультицентричности. Но хирург вынужден выполнять мастектомию, потому что, получив такое заключение, как говорится, он вынужден выполнить более расширенное вмешательство. То есть, все-таки при первичной диагностике специфичность МРТ не столь высока. Чувствительность, да, действительно, она была являцией, а вот специфичность нет. Но особенно эксперт Сангалина, хирург, заведующий хирургического отделения в Нью-Йорке, Санг-Кетеринг-центр, она является основным противником этого метода для использования до операционной оценки ситуации. Но и она же не возражает, что МРТ хороший метод по оценке неодевантного системного лечения. Почему? Потому что она точнее, на ЧМРТ точнее оценивает динамику процесса. Это раз. Во-вторых, при проведении неодевантного лечения и даже сохранении мультицентричности число рецидивов относительно невелико, потому что обязательно, во всех случаях, проводится лучевая терапия. Если даже вы выполнили орден, сохраняющий операцию, это само собой будет лучевая терапия. И лучевая терапия, дескать, воздействует на эти очаги. Ну и я не говорю о химиотерапии, химиотерапия тоже продолжается. Мы говорим о неодевантной химиотерапии. На самом деле большинство этих пациентов получают и одевантную химиотерапию, только по другим схемам. Если видно, что эффект был недостаточным, даже не достигая, там уж мы не говорим о пятой степени, то есть полном регрессии, даже если там был клинически полный ответ, а патоморфологически там треть-четвертой степени, или остаточные изменения в лимфоузлах, обязательно химиотерапия, но только другая схема. Если там не было токсана, будут токсаны, или там платины, и так далее, что много препаратов. Поэтому сегодняшнее обсуждение имеет чрезвычайное значение. Ведь мы проводим давно уже в течение 30 лет исследования неодевантового лечения. Причем в условиях рандомизации мы сравнивали различные группы. Только химиотерапия, химиотерапия в сравнении с гормонотерапией, химиотерапия плюс таргетная терапия и так дальше. В условиях рандомизации эти работы опубликованы за рубежом, и до сих пор нас цитируют, хотя уже прошло там 15-20 лет. Но сейчас проводится более, я бы сказал, вне рандомизации, наоборот, более точная оценка клиническая, физикальная. Патоморфологическая оценка до начала лечения, в ходе лечения и завершение. То есть здесь радиологи, диагносты, дальше патоморфологи, скажем, химиотерапевты, системное лечение. То есть все специалисты занимаются, так сказать, комплексом, чтобы решить, когда безопасно можно выполнить операцию, если опухоль неоперабельная, когда возможно выполнить органно-сохраняющую операцию, маленькую операцию, когда не следует это делать, продолжить лечение и так дальше. И это одна задача практическая, это интерес пациента. А с точки зрения таких вот общегосударственных подходов, это единственная модель и правильная, и объективная оценка новых лекарственных препаратов. Насколько эффективен новый препарат? Только в условиях неодеванта лечения можно оценить в течение там нескольких месяцев, а не 5-10 лет, когда проводится одеванта лечения. Эффективность нового лечебного подхода. И, ну, здесь мы это не рассматривали, потому что здесь узкий вопрос. Вчера об этом говорили. Но мы считаем, что вот это направление, оно является ключевым не только для нашей страны. Это Европейский Союз, Америка. Все сейчас переходят, и Food and Drug Administration, американская организация, которая оценивает и разрешает новые препараты, тоже считает, что вот такой подход является, во-первых, значительно более дешевым. Сокращается число больных от 5000 до достаточно там 600-500 больных. Затем оно непродолжительное. Это не 5-6 лет, не 10 лет, это всего несколько месяцев. Вот, и с этой точки зрения, может быть, будет отдельно, и, может быть, вот мы на этой конференции эти вопросы уже, так сказать, осветим и посмотрим более широко. Спасибо большое организаторам за проведение этой конференции. Она, я думаю, была очень полезна. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Фёдорович. Это совместная наша работа, в принципе. Поэтому это общее отделение онкомомологии, отделение лучевой диагностики, отделение патоморфологии, отделение лучевой терапии, радионуклидной диагностики. Все принимали активное участие. Но наша конференция продолжается, и мы будем итоги подводить дальше. И я так думаю, чтобы мы Александра Валерьевича не задерживали. Может быть, вопросы какие-то в зале будут в отношении тактики, в отношении результатов, которые он продемонстрировал. Это результаты предстоящей защиты кандидатской диссертации. Тут уже, понимаете, анализ идёт сначала, один метод оценивается, потом другой метод оценивается, третий. А у Александра Валерьевича достаточно серьёзная задача была соединить это всё и систематизировать эти все наработки, которые были до него сделаны. И, конечно, защита покажет, как он с этим справился. Есть вопросы. Это очень важно для него, потому что человек переживает. Какие-то тонкие вопросы могут быть, какие-то, может быть, непонятные ситуации, которые не совсем ясны для аудитории. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Нет. Всё. Я передаю слово Екатерине Асанне. Можно практический вопрос? Александр Валерьевич, скажите, пожалуйста, а вот определение клеточной плотности, то есть проводилась пункционная биопсия, трепан биопсия, да, простите, трепан биопсия, три раза. Да. Также. Да, да. То есть в вашем исследовании она проводилась три раза, а вы рекомендуете, что в дальнейшем более информативно, чтобы она проводилась до начала. Да. И уже непосредственно анализ операционного материала. А почему вот этот третий, он не даёт вам какой-то, он не даёт вам важной информации для... Второй. Угу. Это дополнительное инвазивное вмешательство, которое требует проведения трепан биопсии. И комплекс методов лучевой диагностики, которые мы получаем, даёт нам достаточное представление о том, что происходит в данный момент с опухолевым узлом на фоне лечения. То есть можно обойти неинвазивный момент. Да. Именно операционная оценка позволяет использовать это в качестве дополнительного маркёра эффективности неодевательных системного лечения и для объективизации ответа патоморфолога на проводимое лечение. Возможно, в будущем будет проводиться дальнейший набор пациентов с трепан биопсией, и мы более детально изучим этот вопрос. Спасибо. Спасибо. Конечно, прав. Надо убедиться в том, что полный, допустим, патоморфологический регресс совпадает с регрессом по клеточной плотности. Но мы всё равно выполняем трепан биопсию промежуточную. Не только для этих целей. Там более глубокие задачи, там молекулярная генетика, там прелеферативные маркёры и так дальше. То есть в любом случае это выполняется. Поэтому надо посмотреть, нельзя ли уже промежуточно после двух курсов химиотерапии, то, чего Жанна Викторовна не сделала, оценить, насколько эффективно морфологически это лечение и прекратить его, если оно неэффективно. Поэтому, наоборот, в будущем, если это будет совпадать, это будет обязательно выполняться. Это делается под анестезией, это более точная и точная и более нужная информация, чем все остальные. Спасибо, Владимир Владимирович. Мне, возможно, я маленький вопрос задам. Как затравка на будущую дискуссию, мы сейчас Александр Валерьевич отпустим, и у нас по регламенту дискуссия. Мы частично уже перешли к ней, так чтобы Александр Валерьевича перевести в зал, чтобы он не занимал трибуну, не испытывал неудобства. Пожалуйста, маленький вопрос. Вы нам показали алгоритм обследования пациентов, кому в какой период выполнять какие исследования для оценки эффекта неодевантной химиотерапии. Как Вы считаете, это универсальный алгоритм, он подходит для всех пациентов? Или вот используется, которое нам предоставила Анна Сергеевна, сказав, что антиангиогенная терапия, она каким-то образом меняет изображение или представление при магнитно-резонансной томографии при динамическом контрастировании. То есть мы видим значительно меньший гиперваскулярный очаг, чем он есть на самом деле, и таким образом можем неадекватно оценить объем опухолевой ткани. Влияет ли тип проводимой химиотерапии на изменение алгоритма, влияет ли, может быть, гистотип опухоли первоначальной на проводимые алгоритмы диагностики дальнейшей? Гистотип опухоли влияния не было выявлено. Алгоритм представлен общий. Разумеется, каждый пациент – это индивидуальный случай, и в каждом случае должен быть индивидуальный подход. Поэтому, рассматривая каждый случай заболевания, необходимо индивидуально подходить. Я не могу более точно ответить на ваши вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...